Всем привет! Настало время годного контента на ютубе, а впрочем, ничего нового. И сегодня я снимаю для вас видео, о котором вы меня настолько долго просили, что было просто бы, уже даже, знаете ли, неприлично его сегодня не снять. Сегодня у нас с вами обзор на косметику Beauty Bomb. У меня есть два вот таких вот средства перемещения косметики. С одной стороны у меня пакетик, с другой стороны у меня вот такой вот очаровательный рюкзак, который принесла мне Арина Данилова, что, кстати, тоже послужило, так сказать, знаком судьбы, что пора бы уже эту косметику протестировать. Поэтому сегодня мы с вами все посмотрим и сделаем какой-то определенный вывод. Не буду томить вас с долгим вступлением, поэтому просто обязательно подписывайся на мой канал, тык, включай себе удавление в аппликациях, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. А мы начинаем! Ах да, меня, кстати, Лиса зовут. В самом начале я буду использовать вот такой вот крем от Beauty Bomb. Я буду использовать его как базовый макияж, поэтому просто нанесу его на свое лицо и подожду примерно минут 5, пока он впитается, чтобы перейти дальше к тональному средству. По консистенции крем очень приятный, чем-то напоминает запах травы. Хотя, возможно, кстати говоря, это запах бамбука, но это не точно, просто потому что упаковка это вот такая вот милая пандочка. Так что мне кажется, было бы логично, если бы это был запах какого-то бамбука. Но никакой липкости я не ощущаю, так что по идее он должен достаточно быстро сейчас впитаться. Прошло примерно минут 5, и крем уже впитался, хотя на самом деле даже, по-моему, прошло немного меньше. Но тем не менее, следующим шагом я хочу приступить к тональному средству. У меня вот такое вот тональное средство из коллекции Kawai, которая вся выполнена в японском стиле. У меня оттенок 01, по идее это должен быть самый светлый цвет. Я вот так вот нанесла совсем его немного хаотично, и теперь буду растушевывать бьюти-спонжем. Хотя, кстати говоря, этот тон такой по структуре, что вам даже спонж не нужен, или кисть, чтобы его нормально растушевать, потому что он... Я не знаю, как это описать, короче, это тот самый крем, который нормально растушевывает пальцами. Что хочу пока сказать, я не попала с оттенком. Я была уверена, что 01 будет достаточно именно тем цветом, который подойдет мне, но даже для меня он оказался светловат, поэтому берите себе на заметку. Вот этот вот тон, первый цвет, он достаточно светлый. Если честно, то я пока даже не знаю, что добавить, потому что мне все нравится. Мне нравится, как лег крем, мне нравится, как лег тон. Реально, он вообще без каких-то малейших проплешин, он нигде не шелудит, и вообще просто прекрасно. Пока, знаете ли, все очень сильно хорошо, так что поехали дальше. Посмотрим, что будет дальше. Поехали дальше, чтобы посмотреть, что будет дальше. Идеально, ставь лайк, если ты тоже логичный человек. Дальше у меня будет, собственно, вот такой вот фломаст. Честно скажу, я первый раз буду пользоваться подобным продуктом, хотя такой продукт уже, ну, достаточно долго существует, но я буду пробовать его сейчас. И я, конечно же, хочу таким продуктом сделать такие более пушистые, графичные брови, если я его вообще открою, потому что не могу справиться с наклейкой. Я справилась с наклейкой, и меня мало шокирует то, что я вижу, потому что он выглядит очень непривычно. Я думала, он будет выглядеть, как обычная подводка, а он, посмотрите, вот такой вот странный, в форме скошенной кисти, и при этом в этой скошенной кисти как будто есть три разных подкисти. Если я сейчас все сделаю плохо, ничего не говорите, потому что я буду первый раз краситься не просто теперь фломастером, оказывается, для бровей, но еще и вот такая вот штука. Супер удобная вещь оказалась, при том, что я совершенно не понимаю, очень правильно делаю или нет, но то, что я делаю, очень удобно. Я, конечно, не совсем не угадала с цветом, взяла слишком темный для себя, да. Сегодня смотрю у меня просто видео, называется «Попади в свой цвет». Слишком темные брови, слишком светлый тон, что же будет дальше? Но не считая этого досадного недоразумения... Единственное, чего я не понимаю, если честно, почему эта косметика считается детской, потому что то, что я сейчас пробую, ну, тяжело назвать достаточно детским продуктом. Мне кажется, это косметика, которая не имеет кого-то возраста, и называть ее детской, это очень большое заблуждение, потому что продукты пигментированы, и это реальные продукты. Ну, а то, что у них упаковочки вот такие вот всякие веселенькие, мне кажется, это не совсем достаточный повод, чтобы называть продукты детскими. Все-таки в корейской косметике... Все-таки в той же корейской косметике тоже упаковки достаточно яркие, но мы же не называем корейскую косметику детской, почему битюбом называем? Короче, не знаю, может быть ее никто и не называет, но мне пару отзывов таких попадалось, так что, короче, это не детская косметика, если вдруг че. Теперь настала очередь теней. Если быть точнее, то не теней, а прессованных пигментов. Из-за того, что он сильно насыщенный и всегда смотрите на обратной стороне упаковки, можно наносить на глаза или нет. Конкретно эти пигменты для использования на глазах идеально подходят, поэтому можем ими пользоваться. В качестве базы под такие пигменты я буду использовать самый обычный консилер, сейчас я его нанесу навеки. Я буду начинать вот с этого вот цвета, он такой кирпичный бронзовый, сейчас посмотрим на глазах. Ух ты, цвет просто безумно красивый. Палетка просто топовая, уже сразу говорю, потому что цвета очень интенсивные, и при этом ложатся, ничего не пылит, очень приятно растушевывается. Ну, прям, пока что вообще палетка мне понравилась больше всего, при том, что мне все остальное, в принципе, тоже понравилось. Теперь возьму мягкую кисточку и все, что было, просто по краям вот так вот растушую. То есть я даже не буду добавлять никакой цвет, просто чтобы вот здесь все было поровнее, чистой кисточкой подтушую. Теперь на середину глаза я нанесу вот этот вот золотой, который соседний цвет. Просто нереальная красота. И перемешаю с тем цветом, направляя кисточку только в одном направлении. Мне хочется добавить еще вот самую-самую малость самого темного цвета, прям добавлю в уголок глаза. Вот так вот выглядят тени. Мне кажется, получилось безумно клево. Что вы скажете, вам нравится или нет? И, если честно, мне даже захотелось добавить к этому немного экстрима. Как раз у меня есть две вот такие вот подводки, красные и черные. Я подумала, может быть, рискнуть и сделать, попробовать стрелку-градиент. Да, экстремальный прием, но давайте попробуем, потому что что-то пока все слишком хорошо идет, нужно сделать что-то плохо, иначе это как бы как не ко мне на канал попали. Поэтому я нарисую стрелку. Хочешь делать что-то нехорошо, нарисуй стрелку. Класс, обоживаю. Как раз я буду использовать кисточку Бьюти Бомб, которая как раз-таки создана для того, чтобы люди умели и могли рисовать стрелки. Но я думаю, что Бьюти Бомб еще не знает, что мои навыки в рисовании стрелок, они не как у рядового человека. Тут все очень плохо. Тут как будто на мне проклятие лежит, проклятие кривострелки. Да емоё, я даже открыть не могу. Теперь понимаете, насколько все криво. Ух. Я не знаю, как описать мои чувства, но эта кисть, ее очень приятно держать в руке. Вот вы знаете, я не знаю, с чем это описать, с чем это сравнить. И вообще у меня первый раз такие отношения с кистью выстроились, но ее очень приятно держать. Короче, вот новая коллекция Бьюти Бомб, которую я сейчас вам показываю, которые вот у нас были пигменты, которые вот это и которые, собственно, будут наши гелевые лайнеры, это все новая серия. И она какая-то прям люто крутая, честно. Мне реально все нравится, ничего не могу сказать. Ладно, я аж буду красную рисовать стрелку. Все, снять надо. Подъезжайте. Ставь лайк, если ты тоже любишь вот эти вот штуки снимать. Просто. Итак, красная стрелка, которая потом будет перетекать в черную. Внезапно мне кажется, что мне идет красная стрелка. Блин, это была очень хорошая идея, потому что макияж такой сразу кажется совсем другой, уже совсем яркий. И вот этот вот красный акцент стрелка выглядит клево. Никогда в жизни я не рисовала себе красные стрелки. А вот сегодня мне что-то приспичило их нарисовать, и даже получается приятно. Может, теперь вы с красными стрелками всегда ходите? Тоже, теперь нижний век тоже надо накрасить. Я буду использовать все те же самые тени. Давайте еще сделаем тушь, зафиксируем брови, и будет вообще красота. Да, тушь я использую ровно из той же самой коллекции. Она, причем, еще, кстати, идет как водостойкая. Поэтому будет сейчас вдвойне интересно ее протестировать. Насколько хорошо она накрасит ресницы, учитывая, что водостойкая тушь обычно хорошо ресницы не красит. Но я думаю, вы все увидите сами. Тушь очень хорошо разделяет реснички, очень хорошо их удлиняет. И выглядит при этом очень естественно. Кстати говоря, реально хорошая тушь. Мне кажется, что макияж глаз как-то компенсировал брови, и они даже уже не так сильно бросаются, что они темные мне. Ой, я вляпалась где-то. Так что давайте сейчас еще зачешем при помощи вот такого вот прозрачного геля для бровей. Следующим этапом я хочу накрасить губы. Если честно, то я хочу накрасить их с самого начала, потому что у меня на губе все еще есть не до конца высохшая болячка от моей болезни, которая была недавно, но кто следит за моего инстаграма, тот в курсе, что я страдаю. В общем, у меня есть помады, есть вот такая вот красная помада, и есть какие-то нереальные совершенно блески с глиттерами. Я начну с красной помады, потому что у нас красные глаза, и чтобы внутри был такой, знаете, небольшой красный просвет. Поэтому ее я просто буду наносить четко на центр губы и растушую. Это пахнет печеньями. Пахнет свежей выпечкой. Офигеть! Помада оказалась очень пигментированной, честно, я совершенно этого не ожидала, потому что видите какой-то ядрон цвет. Но я надеюсь, что сейчас вот эти вот глиттеры, которые я нанесу, ее немного перекроют, и будут офигенные губы. Да. Какая странная штука. Тут вместо привычной кисточки какая-то пластиковая палка. Ну попробуем. Ох ты, боже мой. Не, вы должны это видеть близко. Просто что это за прелестность? Вы знаете, я нанесла на эту красную помаду, но мне кажется, слишком ярко получилось, поэтому мне хочется ее стереть. И теперь просто нанести блески на губы, то есть вязать использование вот это вот, потому что, конечно, все, внимание от глаз отвлекает, а я бы не хотела, чтобы она отвлекалась. И немножко за счет того, что я положила на красную помаду, все блески съелись. В плане их не видно. Поэтому я сейчас это все сотру и просто нанесу, например, уже другой цвет. Вот этот вот. Теперь я хочу попробовать вот такой вот стик для контуринга. У него с одной стороны темный цвет, с другой стороны светлый цвет. Мне этот стик кто-то советовал, честно, не помню. Возможно, это были подписчики. Блин, не, мне реально очень нравится. Наверное, это теперь один из моих самых любимых контурирующих стиков будет. Вы просто посмотрите. Это же, это просто офигенно. Не, ну это реально офигенно, а я уже сказала, да, что это классно. Теперь я хочу добавить вот такие вот стразы, которые тоже в новой коллекции Beauty Bomb представлены. Мне кажется, должно получиться очень здорово к этому макияжу. Хайлайтера. У меня здесь целых три хайлайтера из этой серии. И они просто безумно красиво выглядят. Вообще. Блин, даже не знаю, что и выбрать. Наверное, вот этот. Собственно, вот такой вот макияж у меня получился. Напишите ваше мнение, что вы думаете о этой косметике. Пользовались вы ей? И нравится она вам или нет? Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. И на этом я с вами прощаюсь. Обязательно также напишите в комментариях, какой бренд косметики вы бы еще хотели, чтобы я проверила. И всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok